Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию доклад на тему модели технологии поверхностно-пластического деформирования без применения средств охлаждающей жидкости, разработанной на основе применения программы ANSYS и эксперимента. Актуальность работы. Современные средства охлаждающей жидкости имеют сложный состав и полностью захоронение в биосфере приводит к неизбежному загрязнению окружающей среды, как во время производства, так в процессе утилизации происходит влияние на здоровье человека. Последние 20 лет предпринимаются попытки уйти или хотя бы снизить использование средств охлаждающей жидкости, так называемые бессожевая обработка. Существует три пути реализации бессожевой обработки. Сухая обработка без использования смазочно-охлаждающей жидкости. Второй способ – это обработка с использованием малых количеств смазочно-охлаждающей жидкости. И третий – путь использования экологически чистых смазочно-охлаждающих жидкостей. Переход на зеленые технологии, внедрение которых будет способствовать снижению влияния на сгрязнение окружающей среды и снижению себестоимости продукта, является актуальным современным направлением науки и данной работы. Также актуальностью является данная работа – это затраты, воздействие на человека и окружающую среду при применении СОЖ. Основные воздействия на человека – это жидкость, пары и туманы, воздействие на кожу, масляную гри, экзему, аллергии, лёгкие, астма, желудок, язвы, глаза, раздражение. Также основные провозаболевания кожи – инфекции, вызванные с контактом с средствами охлаждающей жидкости, занимают 80% от всех провозаболеваний кожи, связанных со средствами охлаждающей жидкости. Также средства охлаждающей жидкости являются пожароопасными. На рабочих местах появляются нитрозамины, тяжёлые металлы, биоциды, металлический пыль, бактерии, грибки. Также средства охлаждающей жидкости во время утилизации оказывают отрицательное негативное влияние как внутри предприятия, так и вне предприятия – на почву, воду и воздух. Доля затрата в общей себестоимости продукции средства охлаждающей жидкости – это 10-17%. 4-6% занимает инструмент, и 75-85% – это другие производственные затраты. Как видим, от 10 до 17% – это очень существенный объём в общей себестоимости продукции. Ежегодное потребление СОЖ в мире составляет 600 млн. галл. тонн. в год. 54% из них занимают процессы механической обработки. Цель работы – установить условия теплообразования и распределение тепла на финишных операциях обработки деталей с использованием средств охлаждающей жидкости и без применения средств охлаждающей жидкости. Определить зависимость контактной температуры при выглаживании с подачей инструмента без охлаждения, с учётом теплофизических характеристик, материалов, скорости процесса и применяемой технологической схемы обработки. Наработать научно-технологический задел, технологические ограничения в условиях теплообразования и распределение тепла на финишных операциях, обработке деталей с использованием СОЖ и без применения СОЖ. Методик проведения эксперимента для измерения температуры, привлаженной более удобным и достоверным способом, является метод естественной термопары. Метод основан на явлении термо-ЭДС, возникающий при контакте двух тел из различных металлов, контактной поверхности, между которыми нагрета до определенной температуры. Измерение можно выполнять непрерывно в процессе обработки заготовок. Он широко используется в экспериментальных исследованиях поверхностно-пластического деформирования, резания и других технологических процессов. Измерения температуры при широком выглаживании проводили на специальном одноинструментальном устройстве. Для регистрации термо-ЭДС использовался цифровой мультиметр модели ZYI-ZT-C2 с диапазоном измерения 200 мкВ и разрешающей способностью до 100 мкВ. Измерения термо-ЭДС проводили через определенные промежутки времени с помощью нанесения разметки маркером на образцы через каждые 15 мм. Для измерения температуры использовались образцы из стали 40 диаметром 39 мм, шероховая поверхность образца Aero 0,8. На данном рисунке мы видим образец, на котором проводились эксперименты, и его характеристики, заданные параметры. Операция выглаживания проводилась с продольной подачей инструмента со следующими режимами работы. Усилие от 100 до 200 ньютон метров, подача 0,13 мм и скорость вращения 77 мм в минуту. Инструмент использовался из твердого сплава марки ВК-8, диаметр инструмента 6 мм. Также здесь мы видим схему обработки выглаживания образца инструментом из твердого сплава ВК-8. Образец инструмента. Обработка образца проводилась с инструментом из твердого сплава ВК-8 в двух различных условиях, с использованием двух различных по своим физико-химическому составу СОЖ, также без использования СОЖ и на сухую. Использовались виды смазки, это без смазки на сухую, смазка РЖ-8 и УК без охлаждения, и масло в экспериментах используется без полива путем тонкого нанесения. Охлаждения нет. На данном слайде мы видим схему устройства для измерения температуры при выглаживании инструмента из твердого сплава ВК-8. Устройство для измерения температуры устанавливалось на токарном станке РАМО. Устройство для выглаживания установили на суппорт станка и закрепили с помощью болтов 7, предварительно изолировав от станка подложками изделия электрика. Устройство содержит замкнутую гидравлическую систему. Поджим инструмента включает корпус, в внутренней полости которого размещен шток, несущий инструмент. В внутренней полости корпуса 3 заполненной жидкостью подключен манометр. Теоретический расчет термо-ДС для естественной термопары. Наибольшие трудности при использовании естественных термопар связаны с их градуированием. Стандартные градуировочные таблицы и полипленомы, как правило, не могут быть применимы вследствие отличия материалов от стандартных. Цасхадзе, рассматривая электронные явления, возникающие в естественных термопарах, теоретическим путем получил формулу, которую мы здесь видим, справедливую для любой пары металлов, доходящихся в контакте. Для стали 40 и твердослава ВК8 значение коэффициента в указанной формуле составляет В42 и С1127. На данном рисунке представлен график зависимости для тарировки связи и величины термо-ДС с температурой нагрева пары стали 40 и твердослава ВК8, где мы видим температуру и термо-ДС. Результаты измерения температуры при вылаживании эксперимента проводился на токарном станке фирмы РАМО. Представлены на рисунке образец, установлен в станок, где с левой стороны зажат кулачками. Патроны с правой стороны зажат задней бабкой, образец изолирован от станка подложками с диэлектрика Капролона. Устройство для вылаживания держав К7 установили на суппорт станка и закрепили с помощью болтов, также предварительно изолировав от станка подложками с диэлектрика. Выглаживающий элемент головки и образец соединены изолирующими проводами с цифровым мультиметром. Здесь мы видим устройство для выглаживания в резце держателя, изолированные в патроне. Устройство, манометр, образец с токосъемником и наконечниками из капролоктанов в сборе. Держав инструмент с манометром, измерение усилия, давление на вал экспериментальный. В эксперименте с применением СОЖ образец тонкосмазан маслом РЖ8У путем нанесения тонкого слоя СОЖ, предварительно смоченный СОЖ губкой. Образец, здесь мы видим процесс нанесения масла. Для регистрации термодез используется цифровой мультиметром модели ZDYI ZTC2. Результаты экспериментов после статической обработки в сравнении. Здесь мы видим зависимость изменения температуры градусов по Цельсию инструмента от усилия P во время выполнения операции поверхностей деформирования с применением СОЖ масла РЖ8У на сухую и исходная шероховатость образца 1,28, 1,25 и 0,8. Здесь у нас температура градусов по Цельсию. Здесь сила, которая была показана на инструмент. Здесь значит у нас видны результаты поверхностей деформирования без применения СОЖ исходной шероховатость 1,25. Здесь мы видим результаты без применения СОЖ исходной шероховатость 0,8. И результаты поверхности пластических формирования с применением СОЖ масло РЖ-8У исходно шероховатый стира 0,8. Как мы видим на данном графике, то что выполнение операции поверхности пластических формирования с применением СОЖ путем тонкого ее нанесения показывает лучшие результаты в плане температуры. Также проводили моделирование процесса технологии пластических формирований путем выглаживания проводилась программа ANSYS. За основу была взята модель, представленная на рисунке 13, представляющая собой образец диаметром 39 мм и инструмент диаметром 6 мм. Режимы работы, характеристики инструмента и образца были взяты в таблице номер 2 для стали марки 40Х. Здесь мы видим режимы работы, характеристики изготовки инструмента, используемые для расчета. Материал стали 40Х, твердость HB165. Скорость мы устанавливаем 7,7 аналогичную с той скоростью, которую устанавливали во время эксперимента на станке РАМО. Подачу мы устанавливаем 0,13 аналогичную с подачей, которую устанавливали на станке РАМО. Усилия также используем различные 100, 150, 200, 220, 250. Радиоинструмент у нас везде 6 мм аналогичный. И марк инструмента твердый сплав ВК-8. Также используем везде аналогичный. Изменяемый параметр в нашем эксперименте это будет являться у нас усилие. Также образцы следующего материала сталь 40Х, предел текучести 275 мегапаскаль, плотность 7,8 кг на метр в кубе. Также другие характеристики. Коэффициент поассоны, предел прочности. Как установлены для стали, так и для материала инструмента. Здесь мы видим результаты расчета программы ANSYS. Модель инструмента в программе ANSYS. На данном рисунке видим то, что мы можем померить температуру в пятне контакта инструмента и обрабатываемые детали. Где мы видим на графике, как у нас увеличивается температура. В зависимости от времени проведения операции по электропластическому деформированию. Здесь мы время брали 100 секунд. И тут мы видим температуру в пятне контакта. А эта температура у нас идет с торца. И на рисунке 16 представлен сравнительный анализ полученных температурных данных путем натурного эксперимента на станке РАМО и данных путем расчета в информационной системе ANSYS. Модели образца стали 40Х, инструменты ВК-8. То есть, здесь мы видим температуру в зоне контакта в ANSYS и эксперимент на станке РАМО. То есть, значение температуры для материала индентера и твердого сплава ВК-8 при различном усилии в расчетной программе ANSYS сравнение с полученным экспериментом на станке РАМО. Как мы видим при одинаковых усилиях у нас, результаты сопоставимы. И результаты здесь у нас не более 15% расхождения во время эксперимента и полученные расчеты на путем программе ANSYS. В результате эксперимента получена зависимость измерения температуры градусов по Цельсию от усилия П с использованием СОЖ и без смазки. Разработана тепловая модель технологии поверхностических деформирований без применения СОЖ на основе применения программы ANSYS, в результате чего были получены температуры в пятне контакта инструменты и материалы ВК-8 и обрабатанные детали стали 40Х. В результате сравнительного анализа температурных полей в пятне контакта инструменты и обрабатываемые детали при проведении натурального эксперимента на станке РАМО и рассчитанных в информационной системе ANSYS, установлено, что минимальная погрешность полученных данных составляет не более 15% при разном усилии инструмента на обрабатываемую деталь. Что говорит о том, что в целом по ряду параметров есть исходимость результатов использования полученных данных при помощи расчетной системы ANSYS, можно использовать в качестве модели при проектировании процессов технологии поверхностических деформирований путем выглаживания без применения средств охлаждающей жидкости. У меня все. Сейчас свой доклад заканчиваю. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, то готов на них ответить. Спасибо. Продолжение следует...